История мрака, глава одиннадцатая. Морклап отдохнул и поспал. Кот выспался. Он помнил вчерашнюю страшную битву с оровами и помнил тяжелого раненого ледника. Оруженосец встал. Он был голоден. Морклап подошел к куче из добычи и вытащил белку. Он поел ее. Белка была вкусной. Морклап знал, что его работа здесь закончена и что он должен возвращаться домой. Оруженосец поискал глазами звездного ворона, но он увидел олийное пиво. Орлина Пиро посылает патрули. Морклап подождал, пока он закончит. Когда Орлина Пиро закончил посылать патрули, Морклап подошел к нему. Новый во имя глашатый радостно кивнул оруженосцу. Морклап сел и стал говорить. Орлина Пиро, я хочу увидеть звездного ворона. Я помог вам прогнать олов, и мне нужно идти домой. Я хочу попрощаться со звездным вороном. Взгляд Орлина Пиро погруснел. Было видно, что кот привык к Морклапу. Тот кивнул, и коты пошли в пещеру. Звездный ворон сидел. Когда он увидел Морклапу олийное пиро, он кивнул, знав приветствием. Морклап сел и сказал, Звездный ворон, мне пора идти домой. Я пришел попрощаться с тобой. Ты и твое племя много сделали для меня. Спасибо вам, но мне пора. Звездный ворон с улыбкой сказал, Морклап, и тебе спасибо. Ты спас моего племя от орлов. Мы вечно благодарны тебе, и мы будем всегда рады тебе, если ты когда-то придешь. Спасибо за все. Добро пути тебе. Морклап вдруг стал грустно. Он привык к этим котам, но он знал, что племя важнее для него, и то, что он должен прийти домой. Морклап, Звездный ворон и Олина Пиро вышли из пещеры. Достановились. Морклап попрощался с котами из горного племени. Звездный ворон сказал, Погоди, Морклап, вы если должны провести тебя до границы, дальше ты сам пойдешь. Олина Пиро проведет тебя. Добро тебе пути. Морклап. Морклап сказал, До свидания, Звездный ворон. Морклап и Олина Пиро пошли. Прочи из лагеря. Коты дошли до границы. Морклап и Олина Пиро остановились. Олина Пиро посмотрела на Морклап и сказала, Прощай, Морклап. Удачного пути тебе. Спасибо за все. Удачи, Олина Пиро. Пока. Морклап убедился, что нет чудес на гремящей стропе. Тома, Женосис, быстро побежал. Он бежал. Морклап взглянул назад и в последний раз посмотрел на Олина Пиро. Олина Пиро несколько минут смотрел вслед на Морклапу. Том пошел прочь от гремящей тропы. Морклап бежал. Он встал. Вдруг он увидел территорию Олина Премени. А Женосис насторожился. Он в этот раз не хотел пасть лапу в водителям из Олина Премени. Вдруг Морклап услышал шорох. Он приезжался к земле. Морклап увидел патруль Олина Премени. Он слышал и голоса. Сланцеброг, ты в прошлый раз сказал нам, что чуешь лисицу. И в итоге мы наткнулись на скунца. Из-за тебя мы все провоняли. Ты уверен, что чуешь лису сейчас. Желтый кот с рыжими полосами и рыжим силуэтом на боку, который был похож на солнце, вошли и рассказал. Тоскливая туча. Это была случайность. Да, я тогда напутал. Но сейчас я точно чу лису. Коты из патруля немного посмеялись. Сланцеброг искалил клыки. Морклап решил проползти именно них. И вдруг он случайно наступил на ветку. Раздаваяся хвост. Патруль повернулся и обратил внимание на куст, в котором был Морклап. Сердце у Морклапа сжалось. Вот, попался. Вдруг он заметил камушек. Он взял его, пополз, на другую сторону кинул его. Коты взлетлись на шум, и Морклап быстро прибежал прочь. Кот бежал до амбара пламени. И вдруг он увидел амбару. Морклап добежал до амбара и постучал лапой по двери. Из двери послышался голос пламени. Сейчас открою. Через пару минут дверь открылась. Перед Морклапом стоял пламя. Пламя обладался тому, что увидел дуга, и сказал, Морклап, это ты! Я от тебя видеть, друг! Уже вернусь из путешествия? Ну, проходи! Морклап вошел в амбар. Там было тепло. Друг его уже уйти заучал. Пламя подошел к сену и достал оттуда мышь. Он дал Морклапу мышь и сказал, Держи, поешь! Морклап стал есть мышь. Она была вкусной. Дарев мышь, кот сказал, Спасибо, Пламя! Да, я вернусь из путешествия. Оно было непростым. В общем, давай я тебе все расскажу. Морклап стал рассказывать пламени о своем приключении. Вы же кот пламя внимательно слушал Морклапа. Когда Морклап закончил свой рассказ, пламя сказал, Вот это приключение у тебя было круто! И биться с орлами. Ты молодец, что помог котам, Морклап. Морклап улыбнулся. Кот зимнул, ему хотелось спать. Морклап сказал пламени, Пламя, я очень устал в дороге. Я пойду посплю, а потом пойду домой. Спасибо за убежище. Пламя сказал, Конечно, Морклап, добрых снов тебе. Морклап пошел к сену и лег на сено. Кот зимнул, закрыл глаза и уснул. Конец одиннадцатой главы. Продолжение следует... Продолжение следует...